Услуги инкассаторов могут вскоре понадобиться едва ли не каждому работающему россиянину со средним доходом. Министерство экономического развития России представило прогноз на 2025-2027 годы, в том числе по росту заработной платы в России. Согласно ему, средняя зарплата в стране превысит отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году. Тему продолжит наш корреспондент. Согласно базовому сценарию, представленному Минэкономразвития РФ, уже в этом году зарплаты прибавят почти 10 тысяч рублей и приблизятся к 84 тысячам рублей. В следующем году они превысят уже 90 тысяч рублей, а в 2027 году средний россиянин будет зарабатывать более 100 тысяч рублей до вычты НДФЛ с учетом надбавок и премий. Плюс, конечно, будут, потому что, напоминаю, что в районе 5 миллионов бюджетников работают в данный момент времени за зарплату на уровень минимального размера платы труда. Кроме того, если вырастет зарплата, то вырастет налогооблагаемая база. Для государства это тоже хорошо. Поэтому, с одной стороны, это хорошо для нашего населения, особенно для тех, кто проживает, скажем так, ближе к черте прожиточного минимума. И, с другой стороны, хорошо в целом для государства. Однако, как отмечают эксперты, стоит учесть, что при расчете средней зарплаты учитываются даже самые высокие показатели в том или ином регионе. К примеру, берут самые большие зарплаты и разделяют их на общее число живущих в субъекте людей, получая таким образом внушительные размеры. Сейчас у нас медиальная зарплата. Это если расположить всех людей по уровню зарплат от маленького до высокой, вот середина. У нас половина людей получает зарплату от 50-55 и меньше, и от 50-55 и больше. Ну, это средняя, потому что разные агентства, статистические, они по-разному представляют. Соответственно, опять же, как я объясняю студентам, один студент ел два пирожка, другой не съел ни одного. В среднем оба студента покушали. К слову, средняя зарплата в Тверской области за прошлый год составила 53 тысячи рублей. Наибольший показатель зафиксирован у работников финансовой сферы. В среднем это около 77 тысяч рублей. На втором месте IT-направление, на третьем месте расположилась энергетика, где средняя зарплата достигала 71 тысячи рублей.